Всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки и Ниндзя Легенды. Это 114 серия нового прохождения, в которую мы играем без доната и без вложений. Итак, у нас окончание турнира. Давайте-ка я открою колоду Лиги Самураев и посмотрим, что же здесь находится. Итак, здесь у нас сюрикены, здесь ДНК слэша, здесь у нас серебряные осколки и золотые. Ну что ж, великолепно! Отлично! Да, в начале видео передаю привет всем нашим подписчикам и зрителям. И особый черепаший привет подписчику с ником Роман Кирилл Амиру, вернее имена Роман Кирилл Амиру, Ване Крамеру, Алексею Кишкову, Ване Кулешу и Паше Кулешу. Друзья, большущий вам черепаший привет! Ну а сейчас давайте-ка займемся прокачкой героев и, друзья, большинство подписчиков попросили, чтобы сегодня я продолжал прокачивать Лео из мультика. Что ж, друзья, с удовольствием иду на встречу и наш Лео из мультика становится 58 уровня. На это пошло целая куча мутагена, что, конечно же, очень печально. Ну и, смотрите, относительно прокачки героев. Подписчики просили, чтобы я плачал по укуса Пиццилицева, Крипа, Кербимыш, Острозуба, Пульверизата, Криса Бреттера и Змекюна. И искал ДНК Армагона, Хана, Донни Мультяшина, Ксевера Моттеса, Змекюна и Криса Бреттера. Ну, давайте-ка я начну по очереди. Вот с поиска ДНК Армагона. За него первого написали. Возможно, у нас хватит монет, чтобы открыть сегодня этого персонажа. Вот если так, то было бы очень здорово. Итак, переходим к монетам. Вот. И что, друзья, не хватает? У меня 73 монеты. Вот. 3 ДНК Армагона стоит 100 монет. Возможно, в следующем видео, когда мы подзаработаем монет, сможем купить этого героя, пока я не могу его купить. Ну, что ж, давайте-ка тогда искать ДНК Хана. Вот. Итак, ищем. А, друзья, не могу. Смотрите, не могу искать ДНК Хана, потому что не пройдена миссия. Хотя, смотрите, здесь миссия 5 из 5. Давайте-ка я быстренько попробую ее пробежать моими сильнейшими героями. Вот. И тогда сможем добывать ДНК Хана. Вот сыграем на 2х ускорение, чтобы это было быстренько. Вот. Итак, Рокзар метает когти и ранит крысу. Ну что ж, враг силен. Вот посмотрим, удастся ли ее выбить крысу с первого удара. Да, вот левую выбивает без проблем. Вот. Ксевер Монтес выбивает очередные крысу ударом. Вот. Ноги с разворота. Вот. Мутанты атакуют. Вот массовую атаку Бакстера Стокмана я пока приберегу. Вот. Мне кажется, нету смысла ее тратить на этих мутантов. Лучше давайте-ка попробуем вот быстренько выбить этот отряд и перейти к следующей, следующей, вот следующей волне. И так, да, я прокачиваю атаку нашего отряда благодаря ярости Рафа. Вот этот положительный баф очень здорово должен нам помочь. Вот. Ну, как видите, первую волну мы запинали. В принципе, без особых проблем, но все-таки время пошло. И да, вот благодаря дополнительной атаке, смотрите, как здорово наши герои пинают врагов. Жизнь их уходит очень здорово. Вот сейчас я попробую подключить вот Бакстера Стокмана с его ударной волной, либо маусером. Давайте-ка я на этот отряд выпущу ударную волну. С легкостью сметаем вот вторую волну и переходим в третий. Здесь наиболее опасный враг это Крип, но я все-таки начну выбивать грибов, потому что есть, у них есть очень неприятные бонусы. Они могут, ага, вот, к Севермотес наложит негативный эффект, уменьшает защиту. Они могут лечиться, они могут прокачивать уклонение, они могут ставить дополнительную защиту, вот, атакуют массовая атака, смотрите, что творят. Вот, но я думаю, это не критично. Итак, Рокзар бьет человека-гриба, Лео пытается уничтожить Крипа, не сумел. И да, Бакстер Стокман сейчас подорвет врагов маусерами и приносит нам идеальную победу. Вот просто-просто супер. Ну что ж, миссию мы прошли. Вот, и сейчас я смогу добывать ДНК Хана. Давно уже просили подписчики, чтобы я добывал ДНК этого героя, ну и вот сейчас нам удалось пройти эту миссию на три звезды, и мы сможем при помощи телепортов с легкостью добывать ДНК этого героя. Супер. Так, давайте-ка перейдем дальше до немультиашного. Вот, попробуем найти его ДНК. Здесь у нас особых проблем не будет. Кстати, у нас совсем немножко, и мы дойдем до 60-го уровня. Ну, скорее всего, не в этом видео, хотя посмотрим. Так, Дони я собрал. Вот, дальше подписчики просили, чтобы я собирал ДНК к северу Монтеса. Вот, давайте я тоже соберу ДНК этого героя. Вот так. Супер. Так, я смотрю, пиццы пока нам хватает. Сегодня, друзья, я вообще-то хотел бы по максимуму пойти по турниру, но все же прокачка героев это святое. Поэтому, да. Ну, давайте-ка пока с к севером остановимся. Следующую миссию не буду проходить. Поищу ДНК Змекьёна. Вот, за этого героя. И Криса Брэдфорда. Вот, супер. Да, было бы еще здорово поискать ДНК Лео, но за Лео никто не писал, поэтому сегодня ДНК Лео я не буду искать. Вот, ну, а если герой вам интересен, пишите в отзывах Кеми Терхи, я это сделаю. Итак, Крис Брэдфорд, Крис Брэдфорд, Крис Брэдфорд. Вот он, трехзвездочный. Да, согласен. Криса Брэдфорда надо качать на четвертую звезду. Вот, подписчик мне написал, кроме того, что Крис Брэдфорд прокачивает дополнительную атаку, у него есть шанс прокачать контратаку. То есть, наши герои будут отвечать на вражескую атаку, и это очень здорово помогает битва. Вот, супер. Итак, оставлю немножко пиццы. Возможно, если у нас хватит времени, еще пойдем с вами по основному сценарию. И, конечно же, не забываем собирать награды, чтобы сегодня взятие ДНК Рапа, это очень важно. Кстати, нам надо снять тени из другого измерения. Давайте-ка я быстренько активирую эту способность. Да, здесь у нас мультик. Итак, черепашки забираются к игровым автоматам. Вот Рап бросает монетку и решил поиграть в игру. Итак, черепашки Ниндзя Легенды, вот, играют в черепашки Ниндзя Легенды. Это смешно. Итак, Рап играет на автоматах. Достаточно интересно, здорово. Вот, немножко не получается, тем не менее, наши герои приходят уже на сражение к боссу. Боссом является Крэнк классический. Итак, Рап атакует, жизни очень мало, и он погибает. Микки атакует, и тоже босс Крэнк его выбивает. Вот, гейм-овер, окончание игры и ярости Рафа нет предела. Он пронзает игровой автомат Саи. Вот, идет электрический разряд, закорачиваются контакты, и наши герои переносят виной измерения. Что ж, начинай миссию. Вот, да, сбрасываем. Не понял, почему это было. А, друзья, прошу прощения, что-то я не то нажал. Вот, итак, выбираем моих самых сильных героев, бойцов, и давайте-ка быстренько пройдем эту миссию, вот, чтобы уже перейти непосредственно к турниру. Так, враги атакуют. Ну, с ними у нас, я думаю, не должно быть каких-то проблем. Хотя, вот, смотрите, как здорово ранят наших героев. Досталось нашему отряду. Ну, не критично. Так, Лео ранит. Вот, Ксевер Монтес пытается уничтожить от него очередного Маусера, и Бакстер Стокман поджаривает их волной. Да, прокачиваем атаку нашего отряда, благодаря ярости Рафа, и выбиваем последнего Маусера. Супер. Вот, что у нас дальше? Следующая пятерка врагов. Вот, я сейчас попробую выбить этого фута. Да, Лео удалось выбить с первого удара. Ксевер Монтес налаживает негативный эффект, уменьшает защиту, и Бакстер Стокман подрывает Маусерами. Вот, просто супер. Выживает только Рокстер Дисбиба, пап, классический, но, я думаю, ненадолго. Вот, ага. Выжил после удара Рокзара, но Лео добивает врага. Да, победа. Ну вот, выполнили мы с вами все задания. Давайте-ка соберем Денкарафа. Вот, и пойдем с вами по турниру. Так, собираем. И так, и так, и так, собираем Денкарафа. Вот, просто-просто великолепно. Кстати, что там у нас? Смотрите, осталось буквально несколько единиц. Ну, в принципе, сейчас, я думаю, мы на турнире с вами и поднимемся на новый уровень. Итак, давайте-ка сегодня я попробую задействовать всех героев, и надеюсь, что битва вам понравится. Так, выбирая самых слабых моих героев, и идем в первую битву. Вот, и из моих героев это Рокстеди Кроллик, Биба Классический и Микки из фильма. У врагов Эйприл Анил, вражеский лекарь. Вот ее я и попробую выбить в первую очередь. Вот, Бакстера Стокмана тоже было бы желательно выбивать ее, так как у него есть массовая атака. Да, вот постепенный урон догрызает Эйприл Анил. Так, все-таки я буду бить Бакстера Стокмана, пока он не применил массовую атаку. Вот Биба его пинает, и Рокстеди Кроллик пытался уничтожить, не получилось. Нейтрализатор металл диски, удар прошел мимо. Вот, ну а наш Микки, в свою очередь, нет, не сумел выбить Бакстера Стокмана. Это удалось сделать Биба по-классическому. Пинаем нейтрализатора, мощные удары наших героев. Вот, противник как-то отбивается. Ну, сейчас мы его быстренько запинаем. Есть победа. Супер, первая победа у нас на турнире, и причем идеальная. Вот, получаем кубки и продвигаемся сотого места на седьмое. Лиги воинов на одну звездочку. Отлично, берем следующую команду. Вот наши герои, и здесь у нас уже Гулупи, Бибап и Раф из космоса. Вот эти герои, мне кажется, немножко сильнее, поэтому, вот, мы должны здесь более быстренько уничтожить врагов. Ну, посмотрим. Так, наш Лекарь Гулупи пинает вражеского Лекаря Кирби-мыш. Вот, Бибап-кролик бьет хвостом-пупочкой, и Раф космически выбивает Кирби-мыш. Враг контратакует. Удалось ранить Бибапа-кролика. Ну, а мы, в свою очередь, пытаемся запинать Бибапа-мультяшного. Вот, удар Бибапа-кролика, и Раф пронзает последнего из врагов. У врагов остается только Хан. Ну, и вот сейчас, я думаю, мы с ним тоже быстренько справимся. Вот так. Да, победа, победа. Враг поражен. Супер. Ну, что ж, идем с вами дальше, и давайте-ка сейчас я возьму следующую команду наших героев. Да, нам удалось прорваться Лигу Воинов на вторую звездочку. Вот, великолепно. Отлично. Итак, следующая команда. Это у нас Микки оригинальные, Лео классический и Эпель Кунаичи. Как же сражаться будут эти герои? Посмотрим. Вот. У врагов, что интересно, у врагов нету лекаря. Но по нейтрализатору повышен урон, поэтому я пока бью его. О, вражеский Микки из фильма ранят нашего Микки оригинального. Кстати, по Микки из фильма повышен урон. Я попробую тоже его ударить. Как-то слабовато. И да, Эпель Кунаичи тоже пытается выбить Микки из фильма. Получилось. Вот. Тем временем нейтрализатор атакует Эпель Кунаичи. Вот. Слабовато. Ну, что ж. А теперь пытаемся добить нейтрализатора. Лео классический рубит мечом, и нейтрализатор повержен. Что ж, друзья, это победа. Это победа. Вот пытается еще что-то сделать Карай, но я уверен, у нее ничего не получится. Супер. Отлично. Итак, новая идеальная победа, и мы все выше и выше по турнирной лестнице. Так, Лига Воинов уже на три звездочки. Вот. Супер. Уже четыре бойца могут сражаться на турнире. Ну-ка, давайте-ка я посмотрю каких-то необычных бойцов, которых еще не сражались. Ну, ладно, пусть будет эта команда. Так, что с моими героями? Итак, беру героев 21-25 уровня. Ой-ой-ой, смотрите, здесь противник достаточно силен. Давайте-ка я вот вместо Мандагека возьму Макмена, чтобы мы точно победили в этом битве. Вот. Хочется идеальной победы, чтобы больше продвинуться по турнирной лестнице. Ну, посмотрим. Итак, конечно же, пинаю в первую очередь Эйприл Анил, вражеского лекаря. Вот Микки космический, метает космический маффин, подгрызает противника. Зэк стреляет выстрелом из пальца, ранит Эйприл Анил, ну а вражеская караи забрасывает нас кунае. Что ж, Макмену удалось только сделать ядовитый плевок, и враг повержен. Отлично. Вот сейчас попробуем допинать караи. Ой-ой-ой. Итак, смотрите, как здорово враг атакует Эйприл Анил. У нее осталась только половина здоровья. Нам срочно ее надо лечить. Вот. Зэку удалось добить караи. Отлично. Сейчас Макмен плющит Рокстеди. И да, вот караи удалось использовать череповшун. Немножко подлечиться. Вот Микки космический выбивает Рокстеди. И теперь уже победа у нас практически в кармане. Ой-ой-ой. Смотрите, что натворил Донни из фильма. Если бы не исцеление Эйприл Анил, мы бы потеряли этого бойца. Здоровья, по сути, у Эйприл уже не оставалось. Супер. Ну что ж, новая идеальная победа. И все выше, выше по турнирной лестнице. 24 место Лиги Воинов на 3 звездочку. Так. Ну, пусть будет вот эта команда. Вот. Бираем Мандагека и уже более сильных героев. Все, друзья. Здесь, мне кажется, мы должны победить идеальной победой. Главное, чтобы противники не все не били массово. Вот. Мандагека. Иначе он сложится. Так. Лео космический стреляет в Доне ролевого вражеского лекаря. Мандагека пытался его ударить. Не получилось. Вот. Но Крип выбивает врага. Кстати, я, наверное, неправильно сделал. Надо было Крипа использовать провокации. Вызвать огонь на себя. Тем временем, враг атакует. Раф пытался уничтожить Крипа. Не получилось. Ну, а я пытаюсь добить Мандагека. Да. Мандагека уничтожен. Отлично. Тем временем, Кораль использовала массовую атаку. Но у нее уже нет шанса. Итак, Крип пытается запугать Рафа из фильма. А Стиранка бьет кастетом и уничтожает противника. Супер. Новая идеальная победа. Просто-просто великолепно. Что ж, движемся все выше по турнирной лестнице. И попадаем уже в элитную лигу на одну звездочку. Вот просто-просто супер. Так. Так. Ну, пусть будет вот эта команда, чтобы побыстрее пройти по турниру. Вот ничего. Я беру врагов посильнее. Ну, следующую команду я уже возьму. Самую сильную команду. Так. Итак. Саблизу бьет вражеского героя Эйприл Анил. Вот Раф Ролевик пинает нашего крысиного короля. В свою очередь пульверизатор пытается все-таки добить Эйприл. Не получилось. О, какая крутая ответка от Криса Брэдфорда. И да. Эйприл Анил восстанавливает здоровье. Ненадолго. Мутагеноид ее расплющивает. И, друзья, неожиданно вот у нашего крысиного короля практически не осталось здоровья. Он метает крысу, подгрызает крыса Брэдфорда. Вот. Саблизу пытается его выбить. Не получилось. Вот. Давайте-ка я активирую провокацию пульверизатора. Итак. Он оттягивает внимание на себя. И враги вынуждены атаковать его. Вот. Возможно, это нам поможет сделать идеальную победу. Вот. Тем временем, что делает Рокский? Он стреляет. Массовая атака. Вот. Чудом выживает крысиный король. Вот. Нельзя позволять врагам использовать массовые атаки. Иначе мы сейчас потеряем крысиного короля. Есть. Получилось. Итак. Крысиный король бьет Рафа. Тут выживает. И... Саблизу выживает. Итак. Одного тычка не хватило врагам, чтобы уничтожить нашего крысиного короля. И тогда не было бы идеальной победы. Ну, а так сработали очень здорово. Итак. Девятнадцатое место в элитной лиге. Вот. Давайте-ка я возьму очередную команду. И... Попробуем сразиться опять же. Вот. После этой миссии, мне кажется, уже будет пять героев в отряде. Так. Здесь очень мощная вражеская команда. Карай забрасывает нас кунае. Ну, а я пытаюсь выбить Лео из мультика. Вражеского лекаря надо выбивать в первую очередь, пока он вот не использовал лечение. Слабенько. Слабенько. Кирбимыш. Да. И вот смотрите, что тут творяет Лео. Он использует исцеление. Вот. Ну, а я продолжаю его атаковать. Нейтрализатор метает диски. И Донни забрасывает всех врагов сюрикенами. Есть. Лео выбит. Но пошла ответка. Так. Ага. Раф использовал провокации. Он вызывает огонь на себя. Но ничего страшного. Вот. То, что наши герои ранены, это не критично. Вот. Кирбимыш сейчас восстановит здоровье. И мы сейчас будем выбивать врага по одному. Вот. Пинаем, пинаем Рафа. Смотрите, как он здорово держит удар. И даже контратакует. Итак. Что это сделал? Он прокачал дополнительную атаку. Это уже плохо. Вот. Тем не менее, у него мало здоровья. Поэтому я надеюсь, что сейчас мы его добьем. Есть. Раф добит. Вот. Уничтожаем Карай. И остался только Донни из фильма. Вот. Крис Брэдфорд его бьет. Кейси Джонс, прошу прощения. Неправильно назвал героя. Кейси Джонс был ранен. И нейтрализатор все-таки добивает Донни из фильма. Да. Есть. Итак. Идеальная победа. Просто-просто супер. И, конечно же, мы движемся все выше по турнирной лестнице. И прорываемся в элитную лигу на две звездочки. Супер. Итак. Обратите внимание. Мы уже можем использовать пять бойцов. Вот. Давайте-ка я возьму самую сильную вражескую команду. Чтобы бой был поинтереснее. Вот. Итак. Астрозуб. Вот. Змейки Юн. Так. Это у нас Джастин Пиццелицы и Крис Брэдфорд. Вот. Кстати, мне кажется, они приценил я нашу команду. Враги тоже 30 уровня. И у нас могут быть проблемы. Ай-яй-яй. Враги прокачивают атаку. Друзья, мне кажется, я немножко приценил наши силы. Ну, ладно. Итак. Крис Брэдфорд тоже прокачивает атаку. Враг тем временем. Вот. Кто это у нас? Это у нас Мандагека. Он прокачал скорость. Вот. Я думаю, друзья, давайте-ка все-таки сейчас попробуем использовать массовую атаку из Микюна. Вот. Отлично метнул шипы. Вот. Еще одна массовая атака от Пиццелицева. Супер. Ничего себе. Вот. Не ожидал, друзья. Не ожидал, что вот так здорово сработают наши массовые атаки. И ожидал худшего. И так, идеальная победа. Вот. Хотя я ожидал, что враг будет круче, будет лучше держать удар. На удивление, быстро сложился. Вот. Ну, что ж. Это было здорово. И так, опять же, выбираю самую сильную команду врагов. И выбираю самую сильную, вот. Ну, не самую сильную, но команду моих героев. И идем очередную миссию. Так, кто здесь у нас? Вот. Кстати, интересное противостояние. И в начале боя мой герой Хан налаживает на врагов негативный эффект дебаф, уменьшает защиту, а Карай забрасывает Кунаи. Великолепно. Отлично. Шрайдер пытается выбить кельби-мыш, пока он не подлечился. Эх, не успел. Вот. Ну, ничего страшного. Пульверизатор плюет и выбивает врага. Вот боялся, что восстановить здоровье. Нет, у него не получилось. Дальше уже Бакстер-Муха плюет в Хана. Пошла ответка. Враги контратакуют. Ага. Даже вражеский Крис Брэдфорд прокачал дополнительную атаку, а нейтрализатор метнул диски. Но это уже им не поможет. Итак, Хан бьет по уязвимым точкам и ранит нейтрализатора. Вот. Карай отравляет вражеского героя Хана, добивая противника. А Шрайдер посылает в атаку своих нить. Очень мощная атака. Есть. Большинство врагов уничтожено. Остался только Крис Брэдфорд и полку сдобивает этого противника. Просто-просто супер. Ну, что ж, друзья. Идеальная победа. И у меня осталась еще одна пятерка героев. И да, обратите внимание. Мы прорвали с вами в элитную лигу на три звездочки. Просто великолепнейший результат. Супер. Ну, что ж. Беру самых сильных моих бойцов. Вот, кстати, а нельзя ли взять врагов посильнее, покруче. Да, вот нашел команду очень сильных противников. Вот, с ними будет поинтереснее сражаться. Что ж, вперед, друзья. Итак, кто у нас лекарь? Лекарем является Микки из фильма, поэтому Рокзар метает когти в него. Ранит этого противника, а Лео добивает ударом катана с разворота. Великолепно. Враги не стоят на месте. Карай забрасывает нас кунаи. Ну, и активирует способность Севера Мотоса наложение негативного эффекта дебафа. Вот, защита вражеского героя просела. И Бакстер Стокман подрывает их при помощи маусеров. Супер. Вот, практически, вот, половина отряда вражеского уничтожена. Вот, плюс я еще активирую дополнительную атаку от Рафа. И сейчас мы уже добьем остатки вражеского отряда. Вот. Итак, Рокзар бьет когтями. Вот, а Лео выбивает Биба по удару катана с разворота. Просто-просто супер. Ну, что ж, как видите, это идеальная победа. Все враги уничтожены. Вот, просто супер. Мы прорвались в элитную лигу на 3 звездочки на 20 место. Просто супер. Хороший результат. И на этом, друзья, сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях. Кого из героев усиливать, прокачивать. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну, и самое главное, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Видео закончилось? Да. До новых встреч.